Оздоровительный лагерь ВИТО работает круглый год. В межсезонье смена небольшая, несколько десятков человек. Но уже через пару месяцев сотрудники ожидают сотни детей со всей России. Вожатые проходят специальную подготовку, онлайн-курсы и практику, а также создают собственные развлекательные и учебные программы. Мы готовим вожатых не просто даем базовую подготовку, мы готовим под свою программу. Программа в санатории нашем называется «Страна Виталия», потому что наш санаторий включает в себя не просто один лагерь, а четыре. «Аврора», «Вита», «Посейдон» и «Вита4U». У нас есть детское самоуправление, у нас выбирается Государственная Дума, парламент, спикеры, вице-спикеры, депутаты. Обязательно все, что есть возможность детям предоставить, мы предоставляем. В нашей большой стране Виталии каждый лагерь – это одна полноценная республика, в которой самоуправлением занимаются дети. Вожатые только помогают им в этом. У них есть возможность выбирать органы у самоуправления самостоятельно и каким-то образом приносить какие-то изменения. Это комплекс «Вита4U», открытый в прошлом году. Он был создан специально для юных спортсменов, совмещающих отдых на море и ежедневные тренировки. В комплексе с просторным бассейном и залами тренировки проводят профессиональные педагоги. Здесь, в этом лагере, программа отличная, я бы сказала бы. Здесь и, так сказать, все сбалансировано. Есть и музыка, и мероприятия, все интересно, прямо сказать так. Очень интересное мероприятие, плотный график, большая территория, достаточно красивая. На море очень классно, наша территория на море. Кормят хорошо. К слову, питание для спортсменов тоже особенное. Салаты, первое, второе, соки и полезные десерты – аппетит у ребят отменный. Тарелки пустеют за несколько минут. Вкусно. А есть любимые блюда? Да, салаты, оливье, цезарь, пельмени. Мы попросили у поваров сделать пиццу, они нам сделали. Очень вкусно кормят. Этим летом купить путевку для ребенка в «Виту» можно по программе детского кэшбэка. Она была запущена и опробирована в России в прошлом году. Родители могли сэкономить до 20 тысяч рублей. Эта разница возвращалась на карту МИР, при том, что сами санатории и лагеря не теряли прибыли. Это очень большая помощь для нашей реализации. То есть родители с большой благодарностью относятся к данной программе. Она помогает очень сильно нам, реализовывает наши путевки. И также она довольно востребована. Нам, конечно, было очень тяжело проработать в ковидный период. То есть это довольно тяжелая ситуация была. Но мы на сегодняшний день по полной программе готовимся. И все плановые истории, которые мы хотели все новшества ввести, они будут реализованы в этом году. Помимо этого, огромной пользой, конечно, является снятие ограничений. То есть в рамках 75% загрузки. Потому что финансовая составляющая в детском отдыхе, она и так тяжелая. Но мы вытерпели, мы выдержали. Теперь, конечно, будем стараться все делать еще лучше. Пока Витя готовит профессиональных пловцов и легкоатлетов, в энергетике растят настоящих звезд киберспорта. Аналогов такой смены нет ни в одном другом лагере Анапы. Начальный уровень игроков не так важен. Дети могут как с нуля изучить язык Counter-Strike, Dota 2 и Майнкрафта, так и помериться скиллом с профессионалами. В энергетике проводят собственные турниры. Победители получают ценные призы. Технику, игровые мыши и клавиатуры, гарнитуру, а также телефоны. К слову, киберспорт сейчас весьма перспективное направление. Например, в прошлом году российская команда, победившая в международном турнире по Dota 2, выиграла 18 миллионов долларов. Несколько лет назад к нам приехал мальчик из достаточно обычной семьи со средним достатком. Они очень сильно хотели попасть к нам в лагерь и приехали. И по истечению смены мальчик, собственно говоря, выигрывает турнир, который у нас проходит, и выигрывает главный приз. Он принимает очень серьезное решение продать главный приз и приобрести себе компьютер, что позволило ему возвыситься на несколько уровней вперед. На данный промежуток времени он является настоящим героем, наверное, среди наших ребят, потому что он попал на мировую арену. Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» также принимает участие в программе детского кэшбэка. Продажа путевок со скидкой уже запущена. В ней задействовано порядка 15 анапских учреждений. Это самая долгожданная программа в детском отдыхе. В прошлом году, когда мы ее обкатали, мы увидели, что мы впервые за долгое время приняли гостей, которые никогда не были в наших лагерях. Родители не могли себе позволить. И в прошлом году десятки тысяч детей, которые первый раз увидели море, оказались в наших лагерях. Это огромные эмоции и для нас, и для родителей, и для детей. Поэтому это рабочая программа стимулирования спроса, это рабочая программа поддержки. И мы надеемся, что в этом году мы снова увидим прибавление и гостей, которые впервые оказываются на наших курортах. Для того, чтобы попасть в программу кэшбэка для родителей, необходимо убедиться, что лагерь, куда едет ваш ребенок, находится в реестре детских лагерей здравоохранения региона. Это главное требование к лагерям, для того, чтобы они находились в программе кэшбэка. Ну и вы должны приобретать исключительно карты МИР, находящиеся в программе лояльности. Вы должны приобретать именно в интернете, то есть с переводом, с карты, для того, чтобы национальная платежная система видела вашу транзакцию и могла начислить на нее кэшбэк. Семьи, где двое и более детей, смогут вернуть половину стоимости отдыха за каждого ребенка. Для этого необходимо оформить каждую путевку как отдельную покупку. Количество покупок с одной карты не ограничено. Количество поездок на каждого ребенка также не ограничено, то есть детей можно отправлять на любое количество смен по нашей программе. Продажи с детским кэшбэком продлятся до конца лета, а отправить ребенка на отдых можно будет с 1 мая по программе. И на протяжении всего лета, вплоть до конца сентября. Список детских лагерей и санаториев, принимающих участие в программе, размещен на сайте летнийкрай.рф. На нем можно также выбрать подходящий лагерь по категории и купить путевку, оплатив ее картой МИР. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Продолжение следует...